прежде чем начать рассказывать как осуществляется тестирование фениксе с эликсиром я хотел бы немного рассказать о тестировании как таковом говоря о тестировании я бы выделил две основные темы первое тестирование как таковое непосредственное тестирование и тестирование как способ разработки сперва разберем тестирование как само таковое итак тестирование можно разделить на три большие части первое это юнит тестирования юнит означает некую единицу например рассмотрим какую конкретную функцию как ее протестировать вы просто подаете ей параметры на вход но такие ответ на которые вы уже знаете и вы просто сверяете то что делает ваша функция с тем что вы знаете что должно получиться это похоже на то как в школе вы решали примеры затем проверяли ответы в конце учебника юнит тестирование предполагает тестирование без всяких внешних зависимостей и обычно она выполняется очень очень быстро особенно сравнение с другими типами тестирования еще одной характеристикой юнит тестирования является процент покрытия обычно рекомендуют чтобы ваша программа ваш код был покрыт тестами минимум на 70 процентов то есть 70 процентов вашего кода должно быть как-то покрыта тестами следующие интеграционные тесты интеграционные тесты это тесты которые проверяют отношения между частями программы здесь в отличие от юнит тестирования могут подключаться внешние источники такие как база данных и обычно они выполняются гораздо дольше юнит тестирования своих роликах я буду в основном акцитировать внимание на юнит тестирования и на интеграционных тестах третий тип тестирования это функциональное тестирование это подразумевает тестирование запущенного приложения его функциональности как таковой тестирование тестирование как способ разработки я выскажу здесь основные идеи читать вам если вас это заинтересует придется самим итак tdd test driven development фактически мы имеем ввиду следующее когда говорим о test driven development мы начинаем писать любую программу с написания теста но не простого теста а с теста который берет и проваливается да да именно проваливается а затем мы пишем код после мы проверяем этот код этим тестом если все окей переходим к следующему участку кода который нам нужно написать но если тест опять проваливается мы снова идем к тому коду и пытаемся исправить наши недостатки естественно это может продолжаться очень долго behavior driven development держится на основах tdd но с небольшим уточнением что тесты любой части программы должны быть определены с точки зрения желаемого поведения этой самой части и напоследок как перейти к коду я хотел бы процитировать одного бывшего программиста тестирование программ может показать отсут присутствие багов но она никогда никогда не покажет об их отсутствии помните об этом и и и так